Всем привет, вы на канале Кролик Баффи и сегодня я освою такую профессию как повар. Перед просмотром видеоролика не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Вуаля, я переместилась в мир Майнкрафта, а именно в ту самую локацию откуда и начнутся мои приключения. Я уверена, что от этой карты я получу незабываемые эмоции. Ладненько, пора начинать, но перед этим я бы хотела послушать инструктаж. Привет, добро пожаловать в симулятор кафе. Я буду твоим помощником. Я здесь, чтобы помочь тебе управлять собственным кафе и сделать из тебя самого лучшего повара. Есть 10 различных уровней, которые ты должна будешь пройти. Каждый уровень по-своему сложный. Чтобы пройти уровень, тебе нужно собрать определенное количество монет за определенное время. Клиенты будут приходить в твое кафе, после чего тебе нужно принять у них заказ, а затем подать им их еду. Для этого ты можешь воспользоваться своим планшетом. На нем будет показан твой последний принятый заказ. Когда ты примешь заказ, над клиентом появится шкала таймера. Если у тебя закончится время до того, как ты подашь заказ, они уйдут. Чтобы этого не произошло, у тебя есть различные бонусы, которыми ты можешь воспользоваться. Например, специальные печеньки. Однако они ограничены, так что используй их с умом. Ну, давай взглянем на твою кухню. На кухне у тебя есть все необходимое для того, чтобы твои клиенты были довольны. Существует также доска заказов, на которой отображаются все твои текущие заказы. Также здесь экран, на котором отображаются рецепты. Вы можете переключать рецепты, нажимая на стрелки. На кухне также есть холодильник, в котором хранятся все продукты. Также есть мусорное ведро, сервировочный столик и другие кухонные принадлежности. На этот стол можно поставить самые различные блюда. По мере прохождения уровней количество блюд, которое вам предстоит приготовить, будет увеличиваться. Кроме того, в магазине вы можете приобрести различные бонусы и постоянные апгрейды. На этом пока что все. Если у тебя есть какие-либо вопросы, подходи ко мне, и мы с тобой поговорим. Я прочту тебе эту инструкцию еще раз, когда ты захочешь освежить ее в памяти. Вроде как я все поняла, поэтому можно отправляться в кафе. Здесь есть очень много уровней сложности. И я их буду проходить по порядку, поэтому начну с первого уровня. За 10 минут мне нужно заработать 32 монеты. Звучит довольно легко, но как это будет на практике, скоро узнаем. На последнем, в 10 уровне, мне нужно заработать 80 монет за 12 минут. Я уверена, что и с этой задачей я справлюсь на все 100%. Перед началом я хочу забежать в магазин и посмотреть, что же там можно приобрести. Здесь есть функция, которая добавит несколько минут на готовку. На самом деле очень нужная вещь, обязательно я его используюсь. Также здесь есть скорость. Думаю, что ее я куплю в первую очередь, так как с помощью нее я могу в разы быстрее доставлять заказы. Думаю, можно запускать первый уровень. Ребята, если вам нравится данная рубрика, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте оставлять свои комментарии. И вот на моих глазах появилось кафе, в котором я буду работать. С видом оно очень маленькое, но мне кажется, что в будущем я буду работать в здоровенном кафе, в которое будут ходить абсолютно все жители города. И вот у меня появился первый заказ. Девушка заказала фруктовый салат и кофе, и я сразу же бегу на кухню. Здесь стоит холодильник, в котором лежат все ингредиенты для салатов. На этом уровне я буду готовить фруктовый и овощной салат. Я выбрала интересную тактику, чтобы мне принимать намного больше заказов, я буду нарезать фрукты и овощи заранее, а после чего буду делать сам салат. Например, сейчас я нарезаю фруктов на два салата, чтобы следующий посетитель долго не сидел и не ждал свой заказ. В фруктовом салате используются бананы, груши, киви, апельсины и яблоки. Мне кажется, что мои блюда будут очень вкусные, так как их я буду готовить с душой. Так-так-так, еще один клиент готов сделать заказ, поэтому надо отправляться в зал. Девушка заказала кофе и греческий салат. Хорошо, совсем скоро принесу ваше блюдо. Ой-ой, я совсем забыла, что перед готовкой мне нужно было надеть колпак. Вот, теперь другое дело. Теперь можно продолжать нарезать фрукты и овощи. Еще один клиент готов сделать заказ, нужно вновь бежать в зал. Мужчина заказал греческий салат и чашечку кофе. Получается, мне нужно приготовить два греческих салата и один фруктовый. И вот овощи уже нарезаны, можно добавлять их в тарелочку и салат будет готов. Вуаля, и вот такая красота у меня получилась. Сейчас сделаю фруктовый и понесу все салаты посетителям. Опачки, для фруктового салатика я забыла нарезать яблочки. Нужно срочно исправить это дело. И вот все готово. Теперь только остается забрать кофе из кофейного автомата. Самая первая девушка заказала чашечку кофе и фруктовый салат. Затем мужчина выбрал кофе и греческий салат. Другая девушка заказала то же самое. И вот их блюда уже на столе. После приема пищи они рассчитываются за еду и оставляют чаевые. И вот с трех посетителей мне дали целых 12 монет. А я напоминаю, что мне нужно заработать 30. Получается мне нужно сделать еще 5 таких заказов и уровень будет успешно пройден. Ребята, а вы бы хотели попробовать себя в роли повара? Или, например, посетить мое кафе? Обязательно напишите об этом. Мне будет интересно почитать ваши версии в комментариях. На моей стене появилось еще 2 заказа. Недолго думая, я сразу же приступаю к готовке. Начну с греческого салата. Для него нужно нарезать всего лишь 3 ингредиента. А именно помидоры, огурцы и сыр. А, еще один посетитель хочет сделать заказ. Он выбрал греческий салат и чашечку кофе. В целом неплохой набор. Почему-то многие заказывают именно этот салат. Первое блюдо готово и я сразу же выношу его в зал. И за этот заказ мне также дали 4 монеты. Вот такими маленькими шагами я иду к поставленной цели. Мужчина заказал фруктовый салат и кофе. Поэтому в срочном порядке нужно отправляться на кухню. Ведь у меня висит еще один заказ. Но перед этим я отдам девушке ее фруктовый салат и кофе. И вот теперь можно идти на кухню и готовить следующее блюдо. Вуаля, я завершила этот уровень и заработала целых 56 монет из 32. А это не может не радовать. И вот у меня открылся второй уровень, к которому я уже хочу перейти. Но перед этим забегу в магазин и потрачу свои монетки. Во-первых, я хочу купить дополнительное время, а то мало ли я не буду справляться в срок. Также куплю скорость, чтобы в разы быстрее доставлять заказы. И вот теперь можно отправляться на следующий уровень. Второе кафе выглядит уже в разы больше. Думаю, что там должны быть большой зал и большая кухня. И вот девушка сразу же решила зайти ко мне в гости. Сейчас я подожду ее заказ и отправлюсь на кухню. Она заказала греческий и фруктовый салат, а также чашечку кофе. С такими блюдами я уже сталкивалась. Поэтому за несколько секунд я их приготовлю. Ого! Ничего себе! Вы только взгляните, сколько ингредиентов лежит в холодильнике. На этом уровне я буду готовить еще одно блюдо. Но о нем мы узнаем чуть позже. Еще один посетитель готов сделать заказ. Она заказала греческий салат, чашечку кофе и ягодные блины. И вот именно это блюдо мне еще не удавалось готовить. Но я с большим удовольствием хочу это исправить. Сначала я дорежу ингредиенты для салата, а после перейду к готовке блинов. И вот все салатики практически готовы. Теперь остается сделать яблочный сок. Для этого использую соковыжималку. Вуаля, все готово. Можно спускаться в гостевой зал и накрывать столы. А сейчас вместе с вами мы будем готовить яблочные блины. Для этого понадобится довольно-таки много ингредиентов. Для начала нужно приготовить тесто для блинов. Для этого используют два яйца, молоко, сахар и муку. После чего приступаю к жарке блинов. И параллельно беру новые заказы. Теперь к блинам остается добавить ягоды и можно подносить к столу. Ага, нужно еще сделать несколько свежевыжатых яблочных напитков. И тогда точно можно подавать все к столу. И вот все заказы отправляются к посетителям. Эти девушки заказали сок, ягодные блины и фруктовый салат. За другим столом девушки заказали сок, кофе и два фруктовых салата. Теперь они готовы заплатить за свои блюда. И вот на моем балансе уже 37 монет. Еще совсем чуть-чуть и я достигну своей цели. Посетителям очень сильно нравятся ягодные блины, поэтому их все и заказывают. Сейчас я приготовлю их большое количество и к вам вернусь. Вуаля, целых 9 порций блинов есть в моем инвентаре. И я с большим удовольствием отнесу их посетителям. Теперь остается забрать свои чаевые и можно будет завершать этот уровень. Вот и все, второй уровень завершен. Мне удалось заработать целых 84 монеты, а это очень хороший результат. И на такой прекрасной ноте я завершаю данный выпуск. Если вам понравился видеоролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А если на этом ролике наберется много-много-много лайков, то вторая часть выйдет намного быстрее. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok